МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сегодняшнее меню называется «Две лапши». Я приготовлю сегодня два вида лапши из разных стран. Один вид лапши будет китайским, другой вид лапши будет тайским. Вот такая смешанная идея Юго-Восточной Азии. Китайский вариант называется «Чоумэйн». Это такая вегетарианская лапша. А тайский вариант просто называется рисовая лапша с креветками. Что предпочесть, китайскую или тайскую? Выбор мирового повара делаем и то, и другое. Два вида лапши из кухни Юго-Восточной Азии. Я отправляюсь за сотейниками, потому что мне нужно два вида лапши по сути сварить. Я беру вот два сотейника. Ставлю их на плиту. Открываю крышки, наливаю воду. Сейчас я включу плиту. Наливаю воду в каждый. И забываю об этом, потому что вода должна нагреться. Сейчас я, собственно, займусь китайской лапшой «Чоумэйн». Я пойду за овощами, которые необходимы для приготовления. Я возьму лук, я возьму морковку, я возьму огурец, я возьму жгучий перец. Вот так. Сейчас я все это помою и буду нарезать так, как необходимо. Почищу, буду нарезать для этого блюда. Ну, прежде всего, я почищу. Я почищу лук. Кое-какие овощи есть у меня здесь на кухне. Вот он лук. Я почищу еще немного. Морковка. Огурцы я трогать не буду. В том смысле, что я не буду их очищать. Они и так хороши. Вот так. И теперь нарезаю. Прежде всего, я могу нарезать лук. Вот так. Вдоль. Есть морковка соломкой. Достаточно длинной соломкой. Нарезается морковка. И я могу, собственно говоря, вместе вот такая вот соломка. Видите? И я могу вместе их соединить. Лук и морковку. Огурцы я положу отдельно. Лук и морковка. Огурчики. Огурчики тоже будут нарезаны. С соломкой. Вот так. И. То есть в лапше будут огурцы. Вы, наверное, не встречали такой идеи, но это абсолютно нормальная история. Огурцы. Жгучий перец. Жгучий перец может быть смешан с морковкой и луком. Пока. Теперь. Теперь у меня лежат уже вымытые. Посмотрите. Это молодой горошек зеленый. Вот он какой. Я его нарезаю. Посмотрите, вот так. Вдоль. Наискосок. Для этого же блюда я все сейчас готовлю чумээй китайское блюдо. Молодой горошек. Вот так вдоль наискосок. И. Фасоль молодая. Я тоже ее нарежу вот так чуть-чуть наискосок. Очень будет свежее. Ну, готовое блюдо, но вот тут будет много продуктов не сильно прогретых. Овощей. И поэтому вот блюдо будет крайне здоровое. Водичка потихонечку уже. Вот здесь водичка нагрета. Она еще не кипит. Я возьму рисовую. Рисовую лапшу. Это для тайского блюда. Я беру рисовую лапшу. Кладу ее просто в горячую воду. Она сейчас здесь будет намокать. А для китайского блюда я буду брать яичную лапшу. Она более характерна для китайской кухни. Я ее буду варить, потому что яичная лапша должна быть сварена. Пока так. Теперь еще для китайского блюда нам нужны грибы. Вот несколько шампиньонов. Они уже мытые. Я сейчас грибы тоже нарублю. Вот так вместе с ножкой. Сколько всего в китайской лапше, видите? Вот так. А вот она, видите, яичная лапша для китайского блюда. Вот посмотрите, какой у нас уже сложился китайский набор продуктов. Грибы, молодая фасоль, молодой горошек, лук, морковка, жгучий перец. И еще сюда пойдут. Еще сюда пойдут, смотрите-ка. Листики шпината. Листики шпината пойдут. Вот посмотрите, кипит вода. Я сейчас бросаю сюда два блока яичной лапши. И она будет вариться у нас я думаю, что минут 5-6 будет вариться. Особенно до мягкости. Я могу оставить в ней только легкую сыринку. Как итальянцы говорят, аль денте ее сделать. Потому что она будет доходить все равно в процессе работы с ней вот в воке. Ну, вы знаете, что такое вок. Мы будем сегодня работать. Кто не знает, тот увидит в конце концов. Готовим китайскую вегетарианскую лапшу. Репчатый лук нарезаем вдоль. А морковь, огурцы и жгучий перец тонкой соломкой. Молодой зеленый горошек и молодую зеленую фасоль разрезаем наискосок. Шампиньоны нарезаем тонкими пластинами. В кипящую воду опускаем яичную лапшу и варим ее 5-6 минут до мягкости. Вот рисовая уже хорошо размокла. Сейчас я ее откину и промою немного водой. Вот рисовая. А вот не рисовая. Тоже готова. Яичная. Промываю водой оба вида продуктов. Вот эту рисовую, которая будет готовиться вторым номером, я сейчас подмариную. Я сейчас, смотрите, я ее в миску покара до поры до времени и сбрызну соевым соусом, чтобы она в себя впитала соевый соус. И все, она лежит. Это для тайского блюда, это вторая часть. А я отправляюсь за воком. Я беру вок, чтобы готовить китайскую лапшу. Первую часть, которая называется чоумейн. Вок я разогрею сейчас хорошенько. вот и нагреваю вок пока. И вот еще у меня есть так называемые проростки сои. Очень важный продукт. И немного растительного масла. Вот пошли. жарим. Это, собственно говоря, такие овощи, которые растут под землей, смотрите, ну, кроме перца. Морковь и лук растут под землей, поэтому они самые такие долгоиграющие, долго готовящиеся, поэтому мы должны с них начинать. Вот. Еще совсем немного. И мы будем двигаться дальше. И вот теперь пошли вот эти овощи. Грибы, ну, это не овощи, молодая фасоль, молодой горошек. Поджарим все вместе какое-то время. Я могу на этом этапе дать капочку кунжутного масла сюда. Уже для аромата. Но все сейчас достаточно хорошо уже жарится. Красивая уже смесь. Собственно, уже можно есть. Уже здесь все хорошо. Красивый пёсый набор овощей, которые поджарил и съел. Теперь пошел огурцы. Пошли огурчики. Странно жареный огурец, но это так, это абсолютно нормально для китайской еды. Вот. Теперь проростки. Проростки сои. В тайскую лапшу они тоже мне понадобятся. и немного шпинатных листьев рубану ножом, чтобы они были чуточку помельче, чтобы их удобно было есть. И салатные листья, и шпинатные листья. Это листики молодого шпината. Теперь я возьму второй прибор. Мне удобнее сейчас будет ложкой и вилкой мешать всю эту историю. Вот так. Видите? потому что уже здесь масса большая. И вот я двумя приборами очень эффективно могу вот так вот перемешивать. Ну что ж, теперь соевый соус. Соя. Вот какая уже красивая у нас здесь история в воке. и теперь лапша. И все. Начинаем греть, перемешивать. Вот это получается китайская лапша чоумейн с разнообразными овощами, да еще и с огурцом. Как вам это нравится? Но это забавная штука, это вкусно. Пусть пока сейчас жарится. Еще немного сои. Это здоровая пища. Кунжутное масло. Немножко. Тоже для аромата. Все, я порционирую. Немножко сейчас вот так вот вот так буду накладывать лапшичку. И могу немножко кинзы наверх. Кинза в китайской кухне это всегда закон. Вот так. Готовим китайскую вегетарианскую лапшу. Яичную лапшу откидываем и промываем водой. Быстро обжариваем морковь, лук, жгучий перец. Затем добавляем грибы, молодую фасоль и молодой горошек. Сбрызгиваем кунжутным маслом. Чуть позже отправляем в сковородку огурцы, проростки сои и немного шпинатных листьев. Добавляем соевый соус и яичную лапшу и прогреваем перемешивая. Выкладываем в миску и посыпаем свежей кинзой. Китайская лапша готова. Теперь приступаем к тайскому варианту этого блюда. Вот большие креветки. Сейчас их почищу полностью. Сейчас я их проверю на наличие черной жилки. Если есть, буду вынимать. Я последнюю креветку чищу. проверяю их черная жилка есть ли. Здесь нету. Я могу креветку вот так параллельно столу чуть-чуть надрезать. Черную жилку увидел внизу. вот здесь есть. Убрал. Надрезал. Надрезал. Убрал. Надрезал. в это блюдо помимо рисовой лапши будут использованы опять же те же самые молодые фасоли горошек, потому что это такие ингредиенты очень юго-восточно-азиатские. То есть ингредиенты региона для лапши они часто используются. Это продукты такие хрустящие, они не успевают приготовиться до конца и поэтому остаются крайне здоровыми и полезными. Ну вот так с креветками мы решили. Я сейчас подготовлю еще зеленую часть. А пока я включу ВОК. Опять тот же самый ВОК. Я включаю плиту и зону расширения у плиты, чтобы эффективнее нагревался ВОК. Вот так. Есть. Зеленая часть. Я беру сейчас вот это будет точно так же нарежу горошек, а вот это молодая фасоль. Вот такая здесь история будет. И здесь будет еще один вкус, но мы его рассмотрим отдельно. Я наливаю немного растительного масла в ВОК. Я подготавливаю, рядом ставлю, помните, да, что это была рисовая лапша, которая была замочена в горячей воде, она не варилась, и когда я ее откинул, промыл, я ее сбрызнул соевым соусом, чтобы она вот так в соевом соусе промариновалась. Она будет вкуснее на выходе от вот такого способа подготовки. Я возьму я возьму только на рынке маленький жгучий перчик, такой мышиный хвостик, очень жгучий, дико жгучий перчик. Вот здесь у меня есть один перчик, вот, собственно, я его и беру. Сейчас я его рубану, аккуратно уберу из него семена только, чтобы не было так горько и меленько нарублю, не касаясь его левой рукой, иначе потом будет большая со мной беда. Ну что ж, проростки у меня есть, это очень важный ингредиент тоже. Ну, давайте начнем. Я сейчас положу, прежде всего, вот эти овощи, зеленые. Здесь тоже не будет чеснока, между прочим, в китайской тоже не было чеснока. перчик, проростки и креветки сразу пошли. Вот теперь все это сейчас у меня жарится. Сейчас креветки начнут менять цвет. Они будут становиться красненькими. Вот как у меня все здесь хорошенечко прижаривается. Но здесь еще будет очень важный момент. Вы его таки увидите сегодня. Сейчас я бросаю сюда несколько листиков каферского лайма. Вот это очень ароматные листики лайма. Если их нету у вас, можно взять цедру лайма, натереть ее в зеленую часть и бросить сюда. теперь я могу немножко сюда налить соевого соуса для начала. Вот креветочки уже, видите, становятся красненькими. Теперь рыбный соус. И вот пошел аромат рыбного соуса и пошел аромат листиков лайма, потому что они сейчас прогреваются с небольшим количеством жидкости. Ну и теперь лапша. Я не буду всю класть. Это достаточно вот такого количества. Вот здесь, в общем-то, совсем другая история. Вот листиками лайма сейчас очень сильно запахло. И теперь внимание, вот теперь смотрите-ка, я сейчас сгоняю лапшу вот так в сторону. Пусть там греется дальше. Немного масла, куриное яйцо. Выпускается в сковородку. Сейчас яйцо вот так чуть-чуть прижарю. Капельку сои в него. И когда оно начнет густеть и превращаться в такие еще склизкие хлопья, я перемешаю все это. Вот уже можно. И все, и поехали перемешивать. Все это вот так вот здесь. Это очень тайский прием именно применить на клапше. Здесь появятся такие вот между лапшинками такие хлопья свернувшегося яйца. Но это обогащение белком опять же. вот такая получается лапшичка. И теперь я ее с чистой совестью переложу тоже для подачи в такую же тарелку как вот эта. Готовим тайскую лапшу с креветками. Рисовую лапшу замачиваем в горячей воде и выдерживаем некоторое время. Затем откидываем на сито и промываем. Добавляем соевый соус. Обжариваем зеленый горох и фасоль с ожгучим перцем, ростки сои и очищенные креветки. Затем добавляем несколько листиков каферского лайма, соевый и рыбный соус. Прогреваем все вместе с рисовой лапшой. Затем лапшу с креветками и овощами отодвигаем на одну половину сковородки, а на другую выпускаем сырое яйцо. Сбрызгиваем его соевым соусом и перемешиваем вместе с лапшой. Лапша готова! Можно подавать! Итак, друзья, два вида лапши готовы. Они где-то друг на друга похожи. Во всяком случае, они похожи по цвету, потому что и там, и там есть достаточно темные соусы, которые примерно один цвет им дают. Но по своей сути, это абсолютно разный вид лапши. Это чоумэнь китайская с овощами, здесь использовалась яичная лапша, а это тайская рисовая лапша с креветками и тоже с овощами. У них абсолютно разные вкусы, потому что в китайской лапше преобладает вкус овощей, соевого соуса и кунжутного масла, а в тайской лапше преобладает вкус прежде всего рыбного соуса и креветок. Вот в чем здесь сельмяжная правда. Моя сегодняшняя работа на кухне была посвящена не конкретной стране, а региону, региону Юго-Восточной Азии. Я показал два вида лапши. Сегодня лапша приобретает очень большую популярность в мире, вот эта стилистика жареной лапши в воке, в том числе в нашей стране. Сегодня я приготовил китайский вариант и тайский вариант. Я думаю, что вы все поняли, потому что сложного здесь абсолютно ничего нет. Все продукты продаются в наших магазинах, и это недорого, это здоровая еда, это технологичная еда, и удобная еда, и быстрая еда. Поэтому, друзья, если вы не испугались, то, пожалуйста, попробуйте это воспроизвести на своей собственной кухне. КОНЕЦ